В городскую думу вступил проект решения о изменении в устав. Предлагается внести изменения в систему выборов, меняется смешанная на мажоритарную систему. Проект будет вынесен на заседание комиссии городской думы. После того, как депутаты его рассмотрят, будут назначены публичные слушания. В случае успешных прохождений публичных слушаний, и система изменится, и все 20 депутатов городского округа Кинишма будут в сентябре избираться по мажоритарной системе. То есть все 20 депутатов будут одномандатниками. Ваше мнение о мажоритарной системе? Я считаю, что это правильно, потому что только последние два созыва было смешанное. Во-первых, депутаты будут ближе к народу. Во-вторых, исключится то, о чем всегда все говорят, что обман. Помните, когда была система с паровозами? Есть три человека, которые тянут, потом они уходят, и попадают в представительный орган, не те люди, за которые голосовал народ. Я считаю, это абсолютно правильное решение. Ну и больше ответственности, высшая ответственность будет депутата перед своими избирателями. Сейчас рассматривался вопрос городской думы и администрации города о выведении мажоритарных округов. Я считаю, это абсолютно правильное действие. Абсолютно правильное, потому что убежден, глубоко убежден, когда депутат избирается по округу, он лучше с народом обещается. Начиная от выборной системы, в предыдущей системы. Это не правильное. И если он что-то обещал, он обязан сделать. Просто по-иному не должно быть. А вот по партийным спискам я считаю, что, в принципе, не верно. Впринципе, не верно. Я сейчас встречал все раз. Вернее, сегодня с Михаилом Анатольевичем Батином. Разговор зашел о том, что... Ну, я был депутатом четвертого созыва. Четвертый созыв депутатов показал, что он наиболее эффективный, более правильный. Потому что круга были меньше. Хорошо, когда работают общественные советы в этих кругах. Когда люди готовы помочь для города. А депутаты, которые приходят в Думу, должны думать только о том, чтобы... Работа на благородном. Здесь нет зарплаты, здесь нет денег у депутатов. Но здесь есть совесть человеческая и поступки. Вот на это надо обратить внимание, в основном, кто придет к новым депутатам. И вот эти круга, где он будет встречаться и работать, они должны быть, понимаете, как бы вот правильно мне выразиться, небольшими. Огромные объекты, их трудно. И, во-первых, депутату сделать так, чтобы все получилось у него, во-первых. Во-вторых, депутаты не освобожденные лица. Они работают. И поэтому трудности есть определенные. Но хотелось бы мне пожелать следующей Думе, чтобы группа вся, которая будет работать, в основном, конечно, здесь должны работать заместители и председатель Думы. Потому что они освобожденные лица, они работают, они получают зарплату. И вот здесь направленность должна быть одна. То есть они должны с депутатами, прежде чем решить какие-то вопросы, они должны говорить, особенно, особенно, когда вопросы касаются очень каких-то вопросов, таких, которые можно, как бы, не заметить и пропустить. Они главные. Вот это мне бы хотелось пожелать всем. Ну, а так, мне бы хотелось сказать, чтобы молодежи побольше, и чтобы была активная молодежь. Вот мое такое пожелание.